...станут для нас регулярными, потому что они, мне кажется, очень сближают коллектив. Руслан, это сто процентов. Я думаю, что это именно то, что нам всем нужно. Очень мило. Я надеюсь, идею понравится. Ну, вообще-то интерьер немного не во вкусе Сергея Андреевича, но... Лиля. Ну, главное, чтобы команда была довольна, правильно? Надеюсь, что выбранное мной блюдо тебя не разочарует. Это какой-то скандал дикий. Иди, посмотри, вот видишь, нам еду унесут, сейчас вкусно поедил. Думаешь? Вот она, а? Я, правда, очень благодарен, что вы пришли. Для меня это очень важно. Мы теперь будем вместе работать над большими проектами. И мне кажется, что такие мероприятия, они позволяют стать ближе. В конечном итоге очень благотворно влияют на результаты. Честно говоря, я еще жду какой-то реакции. Реакции от Сергея, потому что... Внимание, поддержки действуют друг друга. Вадим Градский. Я ваш большой поклонник. Ваших волшебных рук. Да, рук, которыми вы творите настоящее чудеса. За Сергея Градского. За ваши руки, Сергей Андреевич, которые твои ряды чудеса. Это как в книгах про художников. Ты чокнись ты со мной. Как про художников. Там Римбрандт, там Айвазовский. Руслан, спасибо за такой хороший прием. Все на уровне. Но, видимо, кое-что должен поправить. Я, конечно, не волшебник. И вот этими руками я не творю чудес. А то, что ты называешь волшебством, это упорный труд. Серёж, ну, не скромничай. Ну, что у кого в тарелках рассказываете? Какие там у вас изыски? Салатик. Господа, может быть, приступим? Крем-брюле? Крем-брюле. А ты откуда знаешь, что я его люблю? А я вот, знаешь, очень люблю какие-то узнавать подробности о людях, с которыми работаю. Мне кажется, это очень полезно. А у тебя? Крем-брюле. Я, боже, крем-брюле с моим готовить. А ты любишь шекляры? Я смотрю, ты сладкоежка, да? Да-да-да. А у тебя всё как-то? Салат, минимум калорий, максимум пользы. А у тебя крем-брюле. А у меня крем-брюле. И у Саши крем-брюле. Представляешь? Может, можно тоже посланником? Ты можешь меня не смущать. Это второе, что я ненавижу в жизни. Не знать, как извиниться перед человеком, которого незаслуженно обидел. Он очень крем-брюле. Официально юрист в нашей компании. Того, что Сергей знает своих сотрудников. Да, это легко. Ну, вот, например, Лили. К Лиле лучше обращаться спокойным, ровным голосом. Потому что очень часто любит паниковать. Кира, самый умный, самый надёжный партнёр. Не ест мясо. Олег, вот, например, может руководить тремя объектами одновременно. И параллельно вести бурную личную жизнь, отдаваясь ей без остаток. Но всё успевает. Как он это делает, я не знаю. Эдик, душа компании. Хотя сам в это не верит. Вот ему как раз нужно дать эту свободу. Он так лучше работает. Чего такое, прям? Сергей Андреевич, прям это... Ну, ладно, всё. Под ребрышком, прям. Вот Света. За хрупкой внешностью скрывается сильная, целеустремлённая, самостоятельная натура. Не склонные к компромиссам. Алина. Да. Нет равных. В работе? Нет. А я? И ты тоже. Что тоже? Хорошая. Хорошая. Да ты хорошая. Ну, хорошо. А что по поводу Александры? А что? А это моё. Кто-нибудь хочет наладушек? Воздушный, как небо. Ещё клубничка есть. Ого.